Субтитры делал DimaTorzok Как вы относитесь вообще к Украине и всей этой ситуации против Украины? Да, как сюр, как троллинг. А к Украине отношусь негативно. А можете обосновать свою позицию, почему вы так относитесь к Украине? Могу. Ты из какого города? Я из Украины. Ну, город такой. Я вот на Киеве. Киеве. Я вот, например, из города Торонто. Слышу? Не, не слышал. Извините, не слышу. Канада, слышу? Не, не, не слышу. А, не, слышу, слышу, слышу. Слышу. Ну вот, я тебе объясняю, почему. Я уехал из Харькова. А Украина паразитирует на харьковском научном, промышленном и индустриальном и природном потенциале. Поэтому я отношусь негативно. А вы эти поводы брать эту позицию России против Украины, да? Не понял, что Россия против Украины. Ну, Россия хочет нападать на Украину. Зачем? Мы относитесь к этому нейтрально, либо нормально? Либо не хотим. Я отношусь, что она вряд ли нападет. Потому что ты же сейчас. Американцы показали, как нужно, значит, действовать. Нужно дальняя вера, как они бомбили, они не нападали. Они бомбили дальней артиллерии. Так и Россия должна действовать, а не войска вводить. Ну так, Россия понимает все, что они не смогли, да? США, войска вводить, пили, Польша тоже начинает платить войска приемной ГПНУ. И Россия начала вступать. Почему негативные отношения к Украине? Хотя это нормальная страна. Ну, что мы сделаем плохого? Ну, я же объяснил. Я достаточно долго прожил в Украине, чтобы я не любил. Вы считаете, что Украина плохая страна, да? Да, считаю, что Украина плохая страна. Я же объяснил, почему. А вы за Россию, либо нейтрально относитесь? К вашему конфликту с Россией, возможно, мы отношусь нейтрально. А к Украине, как к стране, отношусь негативно, я же повторяю. А к России, как? А к России нормально, я же русский все-таки. Это страна моего гособразующего и этноса. Хорошо. А что вам дал Путин то, что не дал каждый президент Украины, который не был? Ничего, я же не россиянин, ничем мне Путин не давал. Вы относитесь нормально к России, потому что вы русский. Значит, вы знаете, ну, так, Путин был пришлать, я даже культуры были... Это не значит, начали быть русскими. Если я отношусь к России хорошо, это не значит, что я к Путину отношусь хорошо. К России отношусь хорошо, потому что это страна моего гособразующего этноса и повторяю. А то крайне, смотрите, плохо, по тем причинам, по которым я высказал, могу повторить. Я так понимаю, были русскими, когда-то было Советский Союз, да, был? Что, значит, русский человек рождается или русским, или евреем, или кем-то еще, да, я родился русским, что, значит, были русские. Вы родились в Советском Союзе, на какой границе, ну типа, ну сейчас какая граница Украины? Вы на этой границе родились, либо на русской? На этой. В Харькове я жил, я же тебе говорю. А почему вы так негативно относитесь к Украине? Я же объяснил, потому что Украина паразитирует, знаешь, что это паразитирует, то есть грабит. Харьковский научный, промышленный и природный потенциал. Я так понял, вы за Россию нормально топите, против Украины, которые ушли за Россию? Нет, я топлю за независимые слабожанщины. Почему, объектно заразить? Ну скажите, ваша позиция, потому что вы говорите, Украина негативная страна, а растет, ну да, нормально. Я вообще в нашем разговоре не про дела. Я топлю за то, чтобы Украина мирно разделилась, как и Черословакия. И чтобы он продавалась на ее месте, ты нормальное государство, вместо современной Украины. Вот за что это. Понял тебе. Ну так это плохо, очень плохо. Почему плохо? Вы понимаете, ваши внуки, ваши внуки живут в Украине или нет? Нет, дети, внуки. Ну живут, чай, да. Ну так, а вы понимаете, если сейчас начнется война и, ну типа, ну, куда поедут так же? Повторю, я же повторяю, я не сторонник, чтобы началась война, я против этого. Я сторонник того, чтобы Украина мирно разделилась на три государства, как в Чехословакии. А зачем им расселяться, понимаете, ваши внуки и ваши дети начнут изучать новую мову. Они начнут жить новым государством. Это очень плохо. Потому что они привыкли к этому. Это сейчас она навязывает. Сейчас она навязывает вашу мову украинскую. А когда, если Украина развеется, им перестанут ее навязывать. В том-то и дело, что они уйдут свой родной язык. Понимаешь? Ну так вы развлечаетесь в своих мнениях. Если Украина были развлечены, поэтому не разделят их на три государства в Украине. Ваше мнение различается. Почему? В чем она различается? Потому что вы говорите одно, что государство Украина разделится на три края. В двух краинах останется ваш язык украинский, а в одной вернется русский язык, перестанут наслаждать ваш язык. Вот и все. Я пойду, короче, все, извините, давайте вам удачи. Что тут непонятно? Ладно, всех благ. Спасибо. Давай. Из Днепра. Понятно. Что вы хотели спросить? Я смотрю у вас эти, короче, заставку классную на стенке. Спасибо за комплимент. Это так у меня слайд-шоу идет из папки имиджес. А вы на какие темы общаетесь на политической сфере? Ну, не только. Наука, история, футбол, политика, железная дорога, музыка. Ну, да, поезд вопрос. И вы задавайте. А что мы остались с братьями или останемся ли мы с братьями с российской федерацией? Ну, видите ли, братьями, только считай, да? Нет, я вам объясняю. Вы же задали вопрос. Я сам отвечаю на свой вопрос. Ну, я понял ваш ответ. Теперь мой ответ. Желайте выставить. Братья это, так как коммунисты придумали, братские народы. Если официально это близкие народы, поскольку находятся в одной... Короче, братство придумал коммунизм. Вы че? Да, да. А вообще близкие народы. Не братские, а близкие. Поскольку находятся в одной подгруппе, славянской группе. Есть славянская группа народов, а есть подгруппа, восточные славяне. Вот русские и украинцы находятся в одной подгруппе. Поэтому близкие народы. А братство это все коммунистические лозунги. Но, тут вы смотрите, вы как-то подразумеваете, что братья, как граждане Украины, граждане России. Это вообще глупость. Братские народы только между этническими группами, да? Между русскими и украинцами. Независимо от гражданства, от страны проживания даже, да? То есть, русский, проживающий в Германии или в Штатах, он по этносу такой же близкий народ к украинцам, проживающим в Австралии там или в Канаде. Поскольку они находятся в одной подгруппе. То есть, аутентичное значение народа, это прежде всего этническая принадлежность, так как, то есть, национальность. Ибо так вот делят ЮНЕСКО. А то, что народ, это вот не народ, а нация, совокупность граждан одного гражданства, то есть, совокупность людей, имеющих украинский паспорт или российский, это называется не народ, а это называется нация. То есть, нация, в пределах нации, может быть, не должен быть, а, как правило, много народов, да? Как и в России, так и в Украине. Есть гособразующий народ, который составляет у вас 77 и 8% по переписи первого года в России. Так что, как вы думаете, будем дружить по-браски? Ну, я же вам повторяю, народы по этносу и не ссорились. Не, я лично выключил. Ну, у меня есть друзья украинцы, в чем проблема-то? Народы, народы и не ссорились, ссорились государства. Понимаете? Вот я, допустим, был... Ну, народ тоже ссорится. Ну, это уже, так сказать, по касательной, конечно, народ ссорится. Но смотря где. Вот я, допустим, в 16-м году, вы бывали на сельской границе, где Россия, Украина? На сельской? Когда-нибудь. На сельской границе. Так она вся сельская. Она официальные переходы не сельские, самые большие, а вот сельские переходы. Я был на свадьбе, да, в 16-м году на границе. Там гуляло село, с одной стороны, российское, с другой, украинское. Там жених и невеста сразу сторон были. Так гуляли, как ни в чем не бывало. Хотя, если судить, если судить по этносу, они, конечно, там и там, и там, большинство украинцы. Один народ. Не, понятно. Там может по-братски гранатка привести, да? Если судить по гражданству, то за столом сидели одни, у которых украинский паспорт, другие у которых российский паспорт. И никакой ссоры не было на свадьбе. Ну, на свадьбе бывает ссоры, там какая свадьба без драки, но независимо от национальности. А вы согласны, что у нас может по-братски граната прилететь, легко за стол? Граната прилететь? Куда? Ну, куда? Куда прилететь? В по-братски, а-а-а-а, куда граната прилетела под стол на свадьбе? Ну, в Непто не прилетит, это в Киев пускай летит, там на Банковую, на Верховную Раду. Не, вы согласны, что мы настолько любим друг друга? Мы друг друга, что мы можем вот так и просто побрать. Ну, вы не исключаете, что такое версия? Нет, не исключаю, вы путаете просто. Народы, это граната или ракеты, скорее всего, не пускает. Это пускает по расправлению правительства, соответственно, Министерство обороны. Нет, вот он, я прихожу на свадьбу, да? К своему братану с Россией. Илья, 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 и по-братски, ради шутки, просто граната, ну, подрывается, ну, тупо, конкурс, фокус. Ну, можно такое допустить, так это не связано, это не связано с вашими проблемами. Это могло быть и 20 лет, и 50 лет назад, когда СССР был. Тоже могло бы пронести что-нибудь и на свадьбу всех порезать. Такое же может быть даже в Америке, да, кто-то кому-то. Да, 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 мексиколайзец придет к этому, колумбийцу, да? Неадекватность, неадекватность или если крыша поехала, это никак не зависит от геополитики. Если какой-то крыша едет, это от геополитики не зависит. Так мне кажется, что у вас это, политика неадекватная, да, по очереди? Ну, политика неадекватная, может быть. Вы согласны по большей части? Согласен. Не, я согласен, что по большей части украинская политика. Нет, ну я ваше имею в виду, она в основном неадекватная. В цивилизованных странах вопросы так не решаются, как у вас, с помощью АТО. В цивилизованных странах проводят референды. А кто это реакция? Реакция на что? На закон? Реакция на ребелинг регионов, которые хотели автономии или отделения, правильно? Ну да, на закон власти. Ну да, на закон власти. Это не цивилизованная реакция. В цивилизованных странах такой реакции не было. А как вы считаете, какая должна была быть реакция? Я вам сейчас объясню. Вот смотрите, я продолжу мысль, потом объясню. В цивилизованных странах, допустим, Квебек, Шотландия проводят референдумы даже об отделении. И никто им о том не устраивает. А реакция украинской власти должна быть такая, если бы Украина была цивилизованной страной. Они бы сказали, хотите проводить референдум, проводите. Но он для Киева не имеет обязательной силы юридической, только информационной, поскольку разделение Украины должно происходить в порядке 73-й статьи Конституции Украины. А Киев, поскольку не цивилизованное государство, метрополия не цивилизованная, они начали АТО. А нужно было сказать, вот вы провели референдум, но мы его не признаем. Но, учитывая его результаты, вот мы можем и вынести на общеукраинское референдум. Вот если бы Украина была цивилизованной страны, вот она бы так должна поступить. Так может было поздно же проводить референдум в Северенский? После такого, что мы напали в Северенский. Почему-то российские войска были позже, когда АТО началось? Если бы АТО не началось, и российских войск бы не было. Нет, нет, нет. Сначала были российские войска. Если вы имеете Стрелкова-Гиркина, то одна рота это ерунда. Оно в принципе... А как? В смысле это ерунда? Как понимаете? Ну это как диверсант. Он зашел по собственной инициативе, никто его не посылал. В силу своих имперских представлений, в силу своего восприятия. А вы ссылаете, что Гиркина, это как будто российские войска. А он где-то сам по себе. А с чем это напишу? Каким оснащением? Кто был спонсором этого всего? Ну я аж не знаю, кто был спонсором. Но нашел, наверное, спонсором. А почему вы это все, если вы так хорошо разбираетесь, почему вы до сих пор это все не изучили? Мне не очень интересен Гиркин. Он диверсант. Может даже в хорошем смысле, но диверсант. Гражданин просто на пану Украину забрал части его территории. И вы не хорошо разбираетесь. У вас все очень хорошо разбираетесь. Только не в этом. Почему-то. Ну не стрелков же забрал. Не стрелков же забрал часть территории. Правильно? А кто? Вы что имеете, Донбасс или Крым? И то, и то. И то, и другое. Ну вот, разные методики по-разному забирали. Ну, так и кто его спонсировал? И где он брал оружие? Он же не сам его напечатал на станке. Ну понятно, понятно не сам. Если хочешь совершить какое-то действие, нужно, значит, иметь соответствующий квитмент. Это понятно. Ну, такая свеча Российской Федерации, значит, она была причастна. Ну, не официально Российской Федерации его снабжало. Он, значит, спонсоров нашел. Бизнесменов, олигархов или еще кого. Я ж не знаю точно. Это не очень важно. Правильно? Он же не пошел в Министерство обороны, не выписал наряд, и ему официально дали. Нет, это обычно можно разбираться в деталях таких вещах. Ну, я понимаю. Вот я ему отвечаю. Захотел, нашел. Как в 90-е говорили. Сейчас не то, что пистолет, автомат нетрудно найти на рынке. Ну, а вот, если захотите, вы можете прийти на электростанцию, сказать, на атомную электростанцию, сказать, что это мое. Ну, вы не можете, конечно, она охраняется. Ну, если вы сами, если вы сами украину, а это человек пришел, там, где охраняются. Ну, а не, ну, он же вообще в Славянске. А логика такая же, я вам повторяю, стрелков был диверсант. Пускай в хорошем смысле на диверсант. И он, и он определял всю эту, вашу, вашу ситуацию, которая привела к вашим проблемам. Я была бы стрелков, была бы то же самое. Было бы три стрелковых, тоже было бы то же самое. Да. Так они же принимали решение. Они искали, они искали себе уже. Ну, так главное, какая почва была. То, что Украина по-свински ведет себя со своими регионами. Возь из Днепра. Из Днепра, вы, по-моему, да, вы сказали? Вы знаете, что ваш Днепр, не как город, как городом второй донор, а как область Днепровская ваша, Днепропетровская, самый первый донор Украины. И Киев вас грабит экономически. Сейчас меньше грабит после децентрализации, а тот децентрализации не сильно грабит. И это грабит. Мы обогащаем Украину. У нас другой подход. Вы отдаете Украине больше, намного больше, чем оставляете у себя. Так дела не в еврейской жилке. Мы все должны стараться идти к чему-то лучшему, а не искать, то у нас больше грабит. Я понял. А лучшее в чем? Ну, я логично, да, но если в продолжение мысли, лучшее заключается в том, чтобы избавиться от рикетиров. Рикетиров, в данном случае, такиев. Если Украина мирно разделится, ну, чтобы не было жертв, то все, то вы будете, ваш уровень жизни намного повысится. Поскольку вы не будете кормить регионы-паразиты, которые рецепиенны. Нет, я так не считаю. Наш мир намного... Мы потеряем очень много. Очень. Если разорвете экономической связи, то да. А если не разорвете, то не потеряйте, только выиграете. Вот и все. Мы... Это будет очень большая проблема. Для регионов, если мы потеряем контакт с Киевом, это будет очень большая проблема. Нет, контакты с Киевом экономически терять не нужно. А вот, чтобы уменьшить вашу зависимость от Киева, это в ваших интересах. Так для этого были введены законы. Да, для этого была децентрализация. Но это экономический компонент. Да, это позитивный момент. А то, что в гуманитарном плане, то, что метрополия насаживает мову у вас, там и в Харькове, и в подконтрольном Донбассе, так же, как в той же Виннице или там Крапивницком. Хотя должно быть по-разному. Регион это разные лингвистические. А Украина, все у них в это самое, по одному принципу. А вы представляете, как это здорово? Приходишь в супермаркет и начинаешь разговаривать на моих качелах. Хлопчина просто. Вы не представляете, насколько это здорово выглядит. Не, ну если кому нравится, конечно, для него здорово. Это нравится всем. Ты представляешь, чувствуешь себя просто казаком, который будет рвать нахуй вашего Путина, и ему еблет разорвет нахуй. Ну, понятно, понятно. Ну, кому-то может нравиться, большинство не нравится. Казачок его зашквалит. Большинство не нравится. Кому-то нравится, я же не спорю. Дело вкуса. Я, кстати, каждый год бываю в Украине, я же знаю ситуацию, так что, может, мне не рассказывать. Тешет. Ну, это плюсик только. Не знаю, кого... Кто-кого ущемляет, я ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну... Ладно, давай, нам по помощи. Давай, давай. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве... Украина, утилитарное государство. Правильно? Великобритания, утилитарное государство. Германия, утилитарное государство. У них есть один... И андроид, это такая специфичная, потому что, навіть у кого есть... Андроид, это айфоны, да? Ташоновый фалага на свет и приволок. Подководный, подшитый материал. Там рецепт пошел? Я не знаю, я не знаю, я знаю. В Соединенных Штатах федерализации. Федерации. В Генерации, где-то, 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 где-то... Ну, в Соединенных Штатах федерации, вот, слышал бы. Да. Да? А как называют нам? В Соединенные Штаты федерации, это федерация? Да. Вот, может быть, мы с вами, лето, лето, лето. Но поделок всегда, и сразу, и в луто. И все. И снился нам неровно, космонема. Не это лето, 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 лето. А снился нам крова, 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 лето. Силеная, силеная крова. Паркашевская группа. Мы сделаем украинским угодом ночлёвым. Пытаясь. Да. Да. Украина, кто... О, всё же. Группа экономического... ...и по конституции, ещё раз заявляю, власть Харьковской области четвёртая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я уверяю вас, Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только Харьковская власть. Но ты мне улица родная И мне погоду дорога Я уверяю вас, Харьковская власть и не Гвоздкой власть. Продолжение следует...